Привет, меня зовут Клава, добро пожаловать на этот канал, здесь мы обсуждаем уход за волосами и кожей лица, а также иногда отношения и другие личные темы. Ваш любимый формат, моя реакция на тиктоке. Сегодня будем смотреть тиктоке о волосах, и если вы не видели предыдущие выпуски, то посмотрите, уже целый плелист собрался из тиктоков, вернее реакций моих на тиктоке о волосах, и уже одно видео я выпустила, мои реакции на тиктоке об уходе за кожей лица. Так что, если вам интересны мои реакции и то, какие комментарии я даю по ходу просмотра, то посмотрите весь этот плейлист. Хочу напомнить, что я не трихолог, не парикмахер, не стилист и не химик. Я человек, интересующийся этой темой, постоянно изучающий большое количество информации касательно ухода за волосами, ухода за кожей, и я высказываю всегда свое мнение, основанное на научных статьях и опыте своем, и опыте своих подписчиков. И если дело касается какого-то более глубокого изучения состава средств, либо же рекомендаций по здоровью кожи, здоровью кожи головы, проблем выпадения, я всегда советуюсь под написанием материала с трихологом-дерматологом и с химиком-технологом, которых указываю в описании к видео. И свои реакции на тиктоке и на что бы то ни было другое, если я когда-нибудь буду снимать такие реакции, я снимаю исключительно с информационной и развлекательной целью, а не ради того, чтобы обидеть авторов или кого бы то ни было. Поэтому расслабляемся и смотрим тикток. Как обычно, тиктоки, которые я буду сегодня смотреть, я их не видела до этого, их подбирала для меня моя подруга Катя, и моя реакция будет вообще максимально честная, искренняя. Давайте начинать. Ну что ж, дошли мои руки до этой штуки. Делаем обзор на вот такую вот штуки-андру для волос, которая называется филлер. Открываем. Хейтери-приветики. Я, честно, ногти такой длины, это мечта всей моей жизни, моего детства, я всю жизнь хотела невероятно длинные ногти. Но даже когда я уже сама распоряжалась своим внешним видом и могла себе сама оплачивать нейл-арт и вообще, типа, уход за ногтями, я никогда не могу этого сделать просто потому, что мне супер неудобно, даже когда у меня два миллиметра отросший край. Как можно с такими ногтями жить? Я в шоке, я восхищаюсь в какой-то степени, как это люди все делают этими ногтями. Но видео не об этом, ладно, это лирическое отступление. Филлер в ладор. Я на следующей неделе вроде бы планирую выпуск видео, уход с использованием азиатских средств для волос, там корейские продукты и японские будут представлены. В том числе я приобрела много продуктов ладор и филлеры и расскажу вам свои мысли на этот счет. Странный ягодный запах. Ой, я знаю эту девушку, она уже была у нас не раз в реакциях. Вот волосы дома. Буквально вчера мыла голову с маской и бальзамом, но вот результат на сегодня. Изначально промаю волосы шампунем. Ну, допустим, промыли голову. Прочесывается она никак. Посмотрим, что будет после филлера. Не надо никогда прочесывать волосы просто после шампуня, мокрый, без кондиционера. Никогда. Никогда не нужно этого делать. Это травмирует волосы очень сильно. Особенно вьющиеся волосы, да, их нужно расчесывать желательно. Только лишь с кондиционером в мокром состоянии. Просто так без шампуня не нужно раздирать. Второй момент. Девушка сказала, что вот смотрите, после шампуня с бальзамом и кондиционером они выглядят вот так. Так, естественно, вьющиеся волосы, они не держат свою форму. Они, вот эти взбитые завитки, они не держатся без стайлинга, если она его не использовала. В такой ванночке смешиваем один к одному филлер и водичку. Я на водичку налью эту же ванночку, чтобы точно не перепутать. Льем воду. Размешивать буду этой же ванночкой. Вместо консистенции бальзама у меня получилась пена, то ли я перемешала, то ли что. Ну ладно, наносим на волосы. На самом деле филлер ладор вот этот можно наносить сразу же, если ваши волосы мокрые, не смешивая ни с чем. Вы сразу же наносите, он превращается в такую эмульсию, распределяете по волосам, прочесываете хорошо. Да, и затем надеваете пластиковую шапочку для душа, либо заворачиваете волосы в пленку, как делает эта девушка. И далее выжидаете. Вы можете это делать как глубокое кондиционирование, то есть надевать термошапочку, либо же просто прогревать эту всю конструкцию феном. Можете этого не делать. Вместо пакета я перепытаю голову пищевой пленкой. Теперь мы секси. Заматываем какую-нибудь тканью, я возьму, например, футболку. Это удобно. Ходим так 30 минут. Средне. Я подробно расскажу о том, что я думаю по поводу вообще всей фирмы ладор и конкретно этих филлеров в следующем видео про азиатский уход. Сейчас я вкратце скажу, что это по факту протеиновый уход. Нет никакой тут особой магии. Это средства с большим количеством протеинов. Протеины создают пленки вокруг волос. Как бы сглаживают чешуйки. Но это опять-таки временный косметический эффект. Это не восстановление волос. Это не надолго, скажем так. И поэтому ждать каких-то чудес от таких продуктов не приходится. Это видео-эксперимент для девочек, которые моют голову чем папа. Или спрашивали меня вчера, как же их мамы и бабушки мыли голову хозяйственным мылом. Я взяла обычное хозяйственное мыло. Не то, которым мыли голову бабушки и мамы. И помыла им одну из тест-предей. Хорошенечко помыла. Замечу, что результат, который вы увидите в конце, это всего лишь после одного мытья хозяйственным мылом. Потом это все смыла горячей водой. Как девочки, которые всегда так делают. И у них при этом замечательные волосы. Бальзам я, кстати, тоже не использовала. Потом я начала сушить их феном. Горячим обязательно. И подольше. Чтоб наверняка. Разница очевидна, да? Ну, подождите. Давайте не будем демонизировать. Я тоже не за то, чтобы все мыли голову хозяйственным мылом. Просто потому, что у хозяйственного мыла щелочной паш. И для наших волос и для кожи головы это не очень хорошо. Это не полезно. Не обязательно. Вернее, не то, что не обязательно. Лучше так не делать. Но у меня несколько вопросиков. Во-первых, почему в этом тесте не был использован кондиционер? Кондиционер, бальзам, маска, что бы то ни было, что поможет потом разгладить волосы. Первый вопрос. Во-вторых, зачем таким образом тереть волосы полотенцем, да еще и махровым, не каким-то шелковым, не даже полотенцем мягким, каким-то немягкой футболкой? Зачем тереть махровым полотенцем волосы? Кто терет волосы полотенцем, не удивляйтесь, что они потом пушистые, как бы. Это такой еще один момент. И третий момент. Зачем сушить супергорячим феном без какого-либо несмываемого продукта, без какой-то термозащиты горячим феном? Тут каким шампунем не помой, если все эти три пункта выполнить, естественно, волосы будут выглядеть хуже. Поэтому, как бы, от одного раза, если вы помоете волосы хозяйственным мылом и все остальное вы сделаете нормально, такого результата не будет. Это еще один продукт, который вас ждет в видео «Азиатский ход за волосами». Я этот скраб, скорее, да, скорее назвала бы его скрабом, попробовала и расскажу свои впечатления. Каждого пробору прохожусь скрабом. Далее в течение трех минут делаю микромассаж головой. Тушим волосы и смотрим на шикарный результат. Дело в том, что, в принципе, вам не обязательно нужен какой-то такой специальный продукт, чтобы сделать солевой скраб. Солевой скраб можно сделать дома. И просто добавить в свой шампунь немного соли. Смотрите, только чтобы она была не очень крупная, небольшие кристаллы, они сложнее будут распределять, и больше царапать будет, помельче соль возьмите. Солевой скраб, здравствуйте, вам не нужен специальный продукт. Но, если честно, всегда я предпочитаю химическое отшелушивание механическому, потому что пилинг и кислоты — это всегда лучше, это всегда менее травматично, это всегда более эффективно, это может помогать также с воспалением, если присутствует перхоть или сибарейный дерматей. Поэтому солевой скраб — это, наверное, меньшее из золота. Из всех скрабов, я бы сказала, на мой взгляд, самые эффективные и безопасные для волос и для кожи. Если мы будем выбирать пилинг с кислотами, либо же скраб, конечно, я бы всегда отдала предпочтение пилингу. Давайте вот сейчас сразу с вами договоримся, что вы этим шампунем пользоваться больше не будете. Все, что пишут на лицевой тикетке — брехня. Шампунь для жирной кожи головы. Это мои любимые шампуни из масс-маркета. Это лучшие, на мой взгляд, шампуни, лучше всего подходящие для жирной кожи головы шаума. Потрясающие шампуни, просто супер. Моя любимая шаума, вот это вот с 7 трав, а также мужская с хмелем сила и объем. Но суперкрутые шампуни стоят, по-моему, 150 рублей. Гениальные. Они отлично промывают, там нет тяжелых каких-то кондиционирующих добавок. Что нам еще надо? Для нормальной ничем не отличается от шампуня реструктурирующего. Название такое придумали. В составе сульфата и пропиленгликоль раздраживает. Нет, ну подождите, они отличаются на самом деле, естественно, не драматично. Да, то, что там есть и там, и там сульфаты, ну окей. И что такого? Сульфаты вообще замечательные пафы, отлично промывающие способности обеспечивают шампуню. Если у вас нет реакции на сульфаты, вообще нет никаких причин избегать сульфата. Особенно если у вас жирная кожа головы. И если вы чувствуете, что вам недостаточно промывающей способности вашего шампуня, попробуйте вернуться к сульфатному, если вы были на бессульфатном. Но, например, у этих шампуня, сколько я знаю, кондиционирующие добавки немного отличаются. Да, там сульфаты. Вообще не знаю, почему мне не нравится пропиленгликоль. Ну да ладно, это опустим. Там сульфаты, но, по-моему, вот в этом реструктурирующем, где сила кератина, там, по-моему, больше кондиционирующих добавок, если я не ошибаюсь. А в шауме 7 трав там только кератин и больше, по-моему, там вообще нет кондиционирующих добавок или есть. Я не помню, к сожалению, но все-таки не нужно, не нужно тут, пожалуйста. Не люблю такие броски, просто ненавижу. Что значит читаем? Шо значит? Я так много сегодня говорю шо. Что значит читаем составы? Она не рассказала, каким образом читать составы. На что обращать внимание при подборе шампуня? Какие еще есть поверхностно-активные вещества? Что нужно смотреть и что нужно искать, если у вас сухая кожа головы, если у вас жирная кожа головы? Каким образом? Просто вброс, смотрите, составы, там сульфаты, пропиленгликоль, мы все умрем. Они сеют только панику и укрепляют мракобесие. И люди начинают бояться каких-то компонентов, а потом производители начинают выпускать шампуни просто, лишь бы они были без сульфатов, чтобы угодить потребителю. И часто начинаются проблемы с кожей головы, если вам не промывают другие пафы, только сульфаты промывают. Начинается, не знаю, добавление каких-то других компонентов, которые могут быть потенциально аллергенами. Например, еще знаете, моя любимая история, это парабены, с парабенами, все, избегаем парабенов. Окей, окей, вы избегаете парабена. Только начали добавлять такие консерванты, которые потенциально могут быть большими аллергенами, это раз. Во-вторых, они менее изучены, это два. И как бы зачем? Самый главный вопрос избегать парабенов. Когда все эти вбросы, что парабены опасны и что-то там, в общем, делают с нами, давно уже были опровергнуты, просто все помнят то одно жалкое исследование, которое было очень сильно раскритикованное, и как бы просто все зацепили за то, что парабены вредны. Сульфат это же самое. Если вы хотите научиться действительно разбираться в составах шампуней, кондиционеров и стайлинговых продуктов, я приглашаю нас на наши лекции. Вы можете пройти по ссылке и посмотреть всю информацию, мы подробнейшим образом там с косметическим химиком учим вас оценивать состав средств, не вычленяя какие-то компоненты, просто непонятно, потому что какая-то женщина в тиктоке вам сказала, а действительно подходить с умом, понимать, какой компонент за что отвечает и чему вообще он там нужен, почему его добавили и что нужно конкретно вам. 90% совершают ошибку, а потом волосы не растут. 90% совершают эту ошибку при уходе за волосами. Для очищения кожи головы одного шампуня недостаточно. Обязательно нужно использовать скраб. Если это не использовать, волосы будут медленнее расти и даже выпадать. Здоровья твоим волосам, подпишись. Ну, я не согласна. Согласна с чем? Сейчас обосную. Очень важно здоровье кожи головы. Это самое главное в том, какие у вас волосы будут расти, насколько быстро они будут расти. Ну, одно из самых главных окей. Если вы недостаточно очищаете кожу головы, недостаточно промывающий шампунь используйте. Если вы имеете какое-то там воспаление, у вас зуд присутствует, болят корни. Это следствие того, что вы недостаточно очищаете кожу головы. И не всегда шампунь может с этим справиться. Действительно. И поэтому нужно вводить в свой уход, если у вас такая проблема есть, пилинги и, возможно, скрабы. Но, как я уже сказала, я всегда даю предпочтение пилингам, потому что они безопаснее, эффективнее. И для этого достаточно, собственно. У нас скоро выйдет совместный пилинг с Organic Kitchen. Я очень жду, чтобы вы его попробовали. Надеюсь, он вам всем понравится и будет очень универсальным продуктом для многих людей, подходящим. Позавчера я крутила себе волосы плойкой. Сегодня они примерно в таком состоянии. Очень грязная голова, но я не хочу их мыть, потому что мне нравятся локоны. Я пробую это исправить. Начнем с того, что если вдруг так случилось, что у вас грязная голова, но вы не хотите мыть, окей, один раз это нормально. Но злоупотреблять этим ни в коем случае нельзя. Ни в коем случае, если вы не хотите себе проблем с кожей головы. Кожу головы, вообще голову нужно мыть по мере загрязнения. Ни в коем случае не оттягивать мытье. Это чревато многими проблемами. В том числе выпадением волос. Если вас уже это не напугало, я не знаю что. Блин. Потом я разделяю прядки и заново их накручиваю руками. Мне кажется, что так выглядит 100% лучше. Можно еще накраситься. Можно еще помыть головой заново это сделать. Ну да ладно. Иногда, как я уже сказала, ничего страшного нет в том, чтобы использовать сухой шампунь. Только я бы, например, сначала нанесла бы сухой шампунь, а потом бы расчесала волосы. Так было бы эффективнее в случае с прямыми волосами. Но, да, в целом, сухие шампуни тоже я очень люблю. Главное, смывайте их. Смывайте их в тот же день, в который вы их использовали. Желательно. Короче, девочки. Зубная паста. Смотрела сейчас ролик. Волосы у меня рыженькие, да, все помните? Намазала только вверх. Хвост не буду трогать. Посмотрим, что получится сверху. Но голова мазут при вас, чтобы вы видели, что тут действительно зубная паста. Не краска какая-то. Там, чтобы она очень щипит, жгет. Как это объяснить? А зачем это делать, если очень щипит и жжет? В зубных пастах большое количество обычных, если такие вот стандартные какие-то, ментола. Ментол очень часто вызывает реакцию на кожу головы. И кому-то, да, приятно такой охлаждающий эффект, но очень часто у людей на ментол реакция. Паста это какой-то шампунь, что бы то ни было попало на вашу кожу, шипит, жжет у вас раздражение. Моментально смывать и больше этим не пользоваться. Короче, мята по башке пошла. Мята по башке пошла. Ну, посмотрим, что будет. Что у меня получилось? Поржем вместе. Так, а чем будем ржать вместе? Я не поняла. Молодой человек в шапке. Наверное, после стрижки. У него просто вещь все волосы. И, кстати, даже нравится вот такой эффект. Шапка суперобъемная. А в смысле шапка из волос, не шапка, которую он носил. Ну, если хочется, чтобы это было более как-то контролируемо, то стоит использовать, конечно, кондиционирующие продукты и стайлинговые. Паналь дальше. Фу, шо ж так жарко. Ой, бля. Я переоделась, потому что мне очень жарко было. Продолжаем. Так, подождите. Во-первых, стоп, 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 стоп. Твердый шампунь. Интересная тема. Я делала недавно видео на канале о твердых шампунях и кондиционерах. Посмотрите по ссылке, если вы не видели. Что я тут вижу? Во-первых, шампунь для роста волос. Это сразу булшит. Шампунь должен промывать хорошо. И если он не находится достаточное количество времени на вашу кожу головы, он особо ничего не делает. Второй момент. Я вижу тут что? Корица? Корица? Почули. Корица? Это потенциально раздражающие компоненты, которые могут вызывать аллергию, реакцию, какую-то чувствительность, зуд, шелушение. В общем, это не то, что вы бы хотели использовать. Особенно, если у вас чувствительная кожа головы. Поэтому я против всякого рода шампуни с какими-то перцем, корицей, все, что какое-то раздражающее, оно не надо. А зачем губка? А что происходит? Что происходит? Подогодите. Это типа, это типа, это типа ASMR? Это не очень эстетично. Все? Ну просто мы взбили пену. Ну ладно, ладно, ладно. Может быть, вам будет интересно, как я ухаживаю за волосами? Сейчас они грязные и жирные, как пальцы после чипсиков. Пальцы мы облизываем. Не выжди, не облизываешь. А волосы вот приходится мыть. Итак, сейчас покажу продукты, которые я наношу на волосья. Перед мытьем головы раз в неделю я наношу вот эту маску. Подождите, любую маску. Если мы не говорим про пилинг для кожи головы и про продукты, которые направлены именно на эксфолиацию кожи, то же стоит наносить на чистые волосы после шампуня. Даже олоплекс номер три, который пишут, нужно до мытья, до кондиционирования. До кондиционирования, да, но лучше все наносить после мытья, то есть на чистые волосы, любую маску. Потому что вы потом просто смываете все то, что все пленки, которые создали маски, либо какие-то кондиционеры, вы их смываете шампунем. Зачем? Пахнет вкусно, но не еду. Вкусно, это всякие. Вкусные елки. Использую я вот этот дешманский шампунь. Пол-литра за сотку на озоне. Натуральный состав. Да, дешево. Пользуюсь я дальше своим шампунем за косарь. А я помою за сотку и съем шаурму. Раз в две недели я использую вот этот шампунь. Для поддержания такого роскошного блонда. Нет. После мытья вот такая маска. И финалочка вот эта. Пример того, как можно в масс-маркете построить свой уход за волосами. И он, может быть, вас вполне будет устраивать. Вот. Но это девушка смешная. Клёвая. Чтобы правильно подобрать шампунь, тебе нужно знать, какой именно тип кожи головы у тебя. Существует четыре типа. Нормальный. Сухой тип. Жирный тип. Комбинированный тип. А что значит комбинированный? Типа, с одной стороны, у меня слуха, а с другой стороны, жирный. А что значит комбинированный тип кожи головы? На самом деле, я бы сказала, что есть ну три максимума типа кожи головы. Жирные волосы, безусловно, примерно у половины людей жирная кожа головы, требующая мытья на первый-второй день после предыдущего мытья. Нормальный тип кожи головы, это кожа, которая загрязняется, вообще видимые загрязнения, появляются на третий-четвертый день. И есть сухая кожа головы, она очень редко встречающаяся. И часто бывает такое, что это не просто тип кожи головы сухой, а присутствуют какие-то, может быть, эндокринные нарушения. Не всегда, безусловно, бывает, естественно, сухой кожи головы, но бывает это и следствием эндокринных нарушений. Но жирная кожа головы и нормальная, это в среднем 90% людей. Что такое комбинированный тип? Напишите просто внизу в комментариях, может быть, вы знаете, может быть, у вас комбинированный тип, расскажите мне, пожалуйста. Ну не выключай. Ребят, сейчас я вам покажу, как работает сухая шампунь. Берем. Ждем две минуты. А что, паузу нельзя здесь потом пробить? Воняет. Очень воняет. Походу, я просто думал, что он как пена будет, а он... Да. Как... Причем он снимает. Я сейчас вам покажу, и сам не знал, как он будет выглядеть. Анти-воздух. Ну и что, все? Две минуты, сказали, ждать, про целую минуту, поэтому паузу. Ну и все, где продолжение? Я хочу продолжение. Почему нужно ждать две минуты? Не обязательно. Особенно, если вы используете сухой шампунь или пудру именно в баночке, не с аэрозолью, чтобы все, что вы распылили на волосы, подсохло, если вы использовали аэрозоль. Ну не обязательно, это на самом деле действительно не обязательно, если продукт достаточно сухой, ждать не нужно, тем более отмерять там каких-то две минуты, нет. Просто взбиваем волосы, если у вас прямые волосы, вообще сможете спокойно их расчесать, взбить от корней, и вуаля. Всем привет, мои хорошие, многие из вас здесь просят меня рассказать о своем уходе для волос, и я решила, что прямо сейчас поделюсь с вами своими двумя топовыми средствами, которые делают мои волосы гладкими и шелковистыми. Итак, первое средство это вот такое вот густое масло из Fixed Price, которое стоит 70 рублей. Хотите, я вам открою секрет? Ее волосы делают шелковистыми, ну безусловно, я думаю, что она ухаживает за своими волосами, кондиционирует их, хорошо их морет, наверное, хорошо очищает кожу головы. Но такими волосы в ее случае сделала их природа, природа, вы понимаете, что, например, у меня никогда не будет такого ровного полотна волос, что я не буду делать, в чем я не буду их обваливать. И у большого количества людей даже с прямыми волосами не будет такого ровного полотна волос. Здесь важна густота, здесь, понимаете, важно то, насколько волос именно гладкий действительно, да, и плотный. И когда мы смотрим на кого-то, чьи волосы нам нравятся, я не очень люблю такого рода прически, укладки. Я понимаю, что они очень красивые, здоровые волосы, мне лично, просто с моей точки зрения, по моей эстетике, мне это не очень откликается. Я люблю объемное, что-то пушистое, не только потому, что у меня пушистые волосы, просто мне это нравится больше внешне на комнате. То есть, если даже у нее была бы объемная, матовая, где-то может быть даже спутанная укладка, мне бы нравилось больше. Но это чисто моя преференция. Кстати, напишите внизу в комментариях, вам какие больше волосы нравятся. Такие гладкие, как у Рапунцель, или какие-то объемные, пушистые. Это сложно достижимый идеал. Если вы смотрите на то, что вам нравится, и вы видите такой результат у девушки, не спешите покупать все то, чем она пользуется. Ей в какой-то степени повезло с такими волосами родиться. Не ждите от своих волос невозможного. Не расстраивайтесь, что маски из фикс-прайса вам не подошли. Потому что вы в этом не виноваты, и ваши волосы не виноваты. И это не значит, что вы не умеете этим чем-то пользоваться. Да, действительно, уход влияет, уход важен. И, наверное, если бы она плохо ухаживала с своими волосами, и вообще никак их не кондиционировала, у нее бы выглядело это все не так. Но, когда вы поправили свой уход, уже прошло какое-то количество времени, но вы не можете достичь того результата, как в рекламе шампуня, или как у этой девушки, не думайте, что с вами что-то не так. Просто дело в том, что мы все разные, и волосы у всех тоже разные. Ой, это результаты девушки! А ничего не изменилось вроде. В общем, вот эффект того, что я покрасила. Вот тут прикорневая зона. То есть, какая я рыженькая была, такая я осталась. Ничего. Подождите, ну мы действительно ждали, что волосы станут зелеными, как зубная паста. Почему-то они красятся у нас рот, губы, зубы не приобретают, какой-то зеленый оттенок. Никаких изменений не было после окрашивания зубной пастой. Так что это все пиздеж и провокация, что вы там покрасились, блядь, зубной пастой. Хотя в ролике я действительно видела, что у девушки там смесь такая, как краска. Ну не как паста. Паста густая. Ну я попробовала. Я их разоблачила. Это пиздеж. Как было оружие. Только знаете, какой минус стал после этого? Они с соломой стали. Вечером буду перемывать голову бальзамом. Мазать. Все. Всем пока. Я вообще, как вы, понимаю, что тиктокеры там это все делают для хайпа. Но если вы видите какие-то лайфхаки из тиктока, пожалуйста, не поменяйте их. Типа мазаться зубной пастой, типа отшелушивать кожу бритвенным станком и прочую дичь лучше дома не повторять. Или краситься фломастерами, или фукорцином краситься. Не надо. А давай поспорим, что у тебя тоже есть секущиеся кончики. Я знаю самый дешевый способ. У меня нет. Как от них избавиться. Покупаем в аптеке? Самый дешевый способ, как от них избавиться и самый эффективный одновременно, это их отстричь. А другого способа просто не бывает. Глицерин за 20 рублей. И берем обычный бальзам. Нанеси бальзам с глицерином по всей длине волос, не затрагивая корни. Потом промываем шампунем. Только корни. Волосам будет достаточно, чтобы шампунь стечет по длине. Они уже промоются. После шампуня нанеси либо бальзам, либо маску. И смотри, что выйдет. После этой процедуры... А что глицерин должен сделать? Это просто увлажнитель. Это просто увлажнитель. Он не склеивает. Не склеивает посеченные кончики. К тому же, если вы используете особенно продукты с большим количеством глицерина, особенно несмываемых каких-то продуктах, и выходите во влажную погоду, волосы могут пушиться. Они будут выглядеть еще более какими-то сухими и поврежденными. Если вы не видели мое видео о зимнем уходе за волосами, посмотрите его по ссылке. Таня примерно рассказала, как это работает и как это предотвратить. И глицерин нужно всегда закрывать какими-то другими компонентами. Силиконами, протеинами, какими-то жирными спиртами. Где тут склеивание кончиков? Я не знаю. Ой, 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 ой. Но то, что девушка сказала про очищение кожи головы, то, что стекающая пена промоет длину, этого достаточно, я с ней согласна. Если вы до сих пор вот так вот заматываете волосы в полотенце, то вы это делаете неправильно. Из-за натяжения волос здесь приток крови кожи головы уменьшается. Из-за этого волосы получают меньше питания и кислорода. И это в дальнейшем может даже привести к выпадению. Я, конечно, сто лет не заматывала волосы вот таким образом в полотенце махровое. Но я не припомню в своей жизни, чтобы я заматывала так туго, чтобы у меня нарушалось кровообращение и хоть чтобы раз остался след. Напишите внизу в комментариях, у вас тоже это так работает. У вас остается след, нарушается кровообращение. Теперь покажу, как правильно укутывать волосы в полотенце. Накрываем волосы полотенцем, убираем волосы назад, прокручиваем полотенцем крест-накрест, один кончик оставляем, а другой прокручиваем еще раз и заворачиваем уголок под полотенцем. То есть так ничего не тянет, да? Не тяжесть от этого полотенца и от таких длинных волос, полотенце намокло. Так не тянет, да, вероятно? Я не понимаю, что это... Напишите кто-нибудь в физике. Помогите мне. Расскажите, как это работает. Я не очень в это верю. Мне слабо верится, что вот так намного меньше натяжения. И что вообще натяжение это то, на что стоит обращать внимание, и что прям к выпадению приводит. К выпадению могут приводить миллион разных причин. И вот это вот натяжение в течение пяти минут, пока вы в этом полотенце ходите, на мой взгляд, это минимальный фактор, минимальный вклад в выпадение волос. Я не знаю. Это сюр. Ребятки, всем привет. Вчера я купила себе вот такую штучку. Это специально для кудрявых волос. Крем для кудрявых локонов. Вот так вот открываем. Вкусно, варенько. Такой вот мы красивый. Вот так вот все переливается. Красавчик. Сейчас мы будем его наносить. Но для начала нужно кое-что поменять. Намочили волос. Сейчас будем наносить наш кремушек. И вот так вот сделали. Берем самое главное. Открываем. Немножко. Вот с Олечкой начинаем наносить на волосы. Все тщательно стираем. И наносим. Расчесывающими движениями рук наносим. Потом вот так вот их жамкаем. Тщательно. Вот так вот. С всех сторон. Намного аккуратнее было бы. Я, конечно, не знаю, какого, опять-таки, она эффекта добивается. Если бы она не вот так вот бы жамкала, а аккуратно бы снизу вверх не нарушая эти завитки. Не пушая их. Как ухаживать за волосами на море? После купания в морской воде ополаскивайте волосы проточной водой, чтобы смыть с них всю соль. Так как морская соль может сушить волосы. На солнце волосы могут выгореть и потускнеть, поэтому всегда наносите средства защиты от солнца. Полагаться на 100% на средства защиты от солнца не стоит, потому что для волос невозможно рассчитать этот вот SPF-фактор, невозможно нанести 100% равномерно. Поэтому лучше всегда сочетать такие спреи все равно с головным убором и с именно физической защитой, да, то, что будет блокировать именно солнечные лучи. И старайтесь всегда носить головной убор, так как это убережет не только от выгорания, но и от солнечного удара. Привет, подружка! Согласна с тобой! Что ж, на этом у меня все. Мне, как всегда, было интересно смотреть и комментировать тиктоки. Надеюсь, и такие видео для вас тоже интересны и полезны. Если так, напишите в комментариях обязательно, снимать ли еще мои реакции. Подписывайтесь на этот канал, включайте колокольчик, чтобы не пропустить ни одну тему. У меня все на сегодня. Увидимся в следующем видео. Пока! Продолжение следует...